Каждый год на 5-й авеню ровно в 11. Быстрый обмен новостями и в строй. Я лично раз 30 здесь был, может быть больше. С друзьями, с теми, кто со мной служил. Для Джима Марксона это тоже далеко не первый парад. Начал ходить еще с отцом. Это солдатские медальоны моего отца. Он носил их во времена Первой мировой. Про пулевое отверстие в семье целая легенда. Это дело рук германцев, уверял отец. Пока плавал в озере, снайпер прострелил лежавший на берегу медальон. Джим в эту историю не верит. Считает, отец сам оставил отметину. Хотел вернуться домой бравым героем. Вояке едва исполнилось 16. Его и в армию-то взяли лишь потому, что соврал про возраст. Когда открылась правда, вернули в Нью-Йорк. И с позором разжаловали за обман. Его не очень-то чествовали. Война закончилась. Он не в армии. Ни на какие торжества не звали. И так совпало, когда я вернулся из Вьетнама. Хоть меня и не разжаловали. Ничего такого. Нам тоже не радовались. Та война была очень непопулярна в народе. Во Вьетнаме Джим прослужил 366 дней. Попал в високосный год. 30 с лишним лет спустя врачи диагностировали у него посттравматический синдром. Говорит, и сейчас дает о себе знать. Написал книгу «Вьетнам и не только». В ее основе мысли о войне и письма к матери. Оттуда она сохранила все до единого. Верные вьетнамцы забрасывают снарядами почти каждый день. И сегодня утром тоже действуют на нервы. Многие не понимали, зачем он пошел в армию. Сам считает, тогда у него не было выбора. Как и у многих из тех, кто плечом к плечу по улице с оркестром. Почти 30 тысяч человек собрал Нью-Йорк на чествование ветеранов. Американский легион, ветераны иностранных войн, участники корейской и вьетнамской кампаний. Этот год вообще особый. 100 лет окончания Первой мировой. Изначально его называли «Днем примирения». Вспоминали солдат в Первой мировой. Затем пришла следующая война, Вторая мировая. Потом Корея. В 54-м Конгресс Соединенных Штатов учредил День всех американских ветеранов, независимо от того, где и когда они служили. Помимо ежегодного парада, любимое место сбора – яхт-клуб. Тут почти у каждого есть кого вспомнить в День ветеранов. На мемориальной доске 500 фамилий. Те, кто жили по соседству и воевали на фронтах Второй мировой. Это он, Роберт Джей Магна, мой дядя. Он во время войны служил в ВВС. А вот отца здесь нет. Он был в торговом флоте. За них тоже пройти строем и салютовать всем, кто служил. Нина Вишнева, Владимир Бадиков. Для настоящего времени Америка. Нет. Здесь мы уже. Продолжение следует...